Какая прекрасная осень! Я соскучилась, и мы с вами готовим на даче. Я Татьяна Пискарева. Предлагаю сегодня приготовить вкуснейший завтрак. Пойдемте! Ну, спрашивается, с чего начинается родина? С картинки в моем букваре? Нет. Мой сегодняшний утренний завтрак – это что-то. Я не буду его готовить из овощей, я приготовлю его из домашнего творога. Итак, сегодня я оглашаю список важных гостей на этом столе. Это домашний творог. Это сметанка домашняя из настоящей бабушкиной деревни. Немножко манки, яйцо, мука, творожным сырником мы приготовим под гарнир. Под гарнир будет из яблок и мандарин, политый лимонный сок и щедро усыпанный сахар. А запивать это чудо мы будем настоящим осенним напитком. Это очень полезно. И я готовлю этот напиток каждые выходные в своей семье. Предлагаю вам настоящий имбирно-яблочный чай с лимоном. Ну что, поехали? Для сырников с под гарниром нам понадобится Творог – 200 грамм Манная крупа – 2 столовые ложки Одно яйцо Сметана – 150 грамм Яблоко – 2 штуки Мандарины – 2 штуки Лимон – 1 штука Сахар – 2-3 столовые ложки А для имбирного чая Имбирь – 50-70 грамм Пол лимона Яблоко – 1 штука Мед – 1 столовая ложка Ну что, поехали? Итак, берем бабушкин творог. Он достаточно большой жирности. Именно это и делает его настолько насыщенным. Это настоящий вкусный коровий белок. Вот мы положили сюда творог. Мы быстренько добавляем в него одно яйцо. Готовы? Ой, не получается. Вот так. Так хотела художественно разбить яйцо, не получилось. Не важно. Важно то, что мы должны очень быстро работать ложкой. Значит, по рецепту моей бабушки я скрепляю это манной крупой. Я не добавляю в них муку. Я только обваливаю уже готовые сырники в муке. Немножко добавляю соли для усиления вкуса творога. Немножко добавляю сахара для усиления вкуса. Соль и сахар добавляются не для того, чтобы было сладко или солено, а для того, чтобы открыть настоящий вкус и усилить его. Сырники я делаю специально не сладкими. Во-первых, это не портит фигуру. Начнем с этого, девочки. Для нас это важно. Осень – это старт подготовки нашей фигуры к Новому году. Понимаете, о чем я? Поэтому не будем кушать очень сладко, будем кушать очень полезно. Итак, наши сырники, в общем-то, готовы. Посмотрите, пожалуйста, они уже смешались, они поженились, подружились и превратились в хорошо разработанные моей ложкой и моими руками кусок готового сырного продукта. Теперь мы делаем очень интересно. Во-первых, мы формируем шарики, вот они, да, вот примерно так. Сырнички должны быть, ну, как по моему вкусу, так щедрые. Я не люблю такие маленькие, знаете, сплющенные. Нет, мы будем делать все, так знаете, с украинской, с щирой душею и стопроцентной русской фамилией. В первую очередь мы наливаем рафинированное растительное масло. Я предпочитаю для жарки этой прелести рафинированное оливковое масло. И пока нагревается наша сковородка, я должна подготовить сырники. Они, в принципе, готовы. Вот мой кружочек, я его обваливаю и приплющиваю, конечно, немножко, потому что иначе он у нас выкладывал. Обвалила много-немного. Что-то так щедрая моя душа украинская, конечно. Ах, как красиво! Сразу как, знаете, как невеста одевает фату, так этот сырник падает в муку. Обручальных колец золота и венчальный наряд города. Мы парим далеко от земли. Мы с тобою друг друга, милый, помнишь? Так, наши сырники, в общем-то, готовы. Проверяем масло. Масло я проверяю так. Видите, мукой посыпала, шипит. Отлично, есть контакт. Ну что, как говорится, помолясь, мои сладкие. Так, ой, как скворчить, как сигареточка в грудях. Наши сырники доходят в глиняной посуде. А мы в это время приступим к приготовлению фруктового подгарнира. Сладкого, как моя жизнь. Это фруктовое чудо, которое будет подаваться к сырникам в качестве фруктового гарнира. Мы будем делать его из яблок, мандарин, немножечко меда, столовую ложку сахара и чуточку воды. Итак, мы ставим сковородку. Значит, немножко бросаем на сковородку сахара. Я возьму щепотку. Вот так. Вот так. И в эту щепотку, видите, как зашипело. Бросаем яблочки, подливаем немножко воды. И карамель начинает работать. Вот так. Смотрите, это та наша знаменитая домашняя карамель. Вы помните в детстве, как мы варили себе конфеты? Вот наши яблочки. Вот они карамелизировались таким быстрым способом. Вот мы добавили к ним сахара. Добавим сейчас мандариновых долек. Это тоже очень вкусно. Мандарины – это символ детского счастья для меня. Как вы помните Новый год? Самое прекрасное – это куча конфет и мандаринов. Конфеты для меня ушли в прошлое, а мандарины... Прямо вот так, смело, щедро набрасываем сюда. Мандарины отдают чудесный аромат. Немножко лимонного сока дадим. Вот так. Лимонного сока. Перекладываем наши яблочки сюда. И заметьте, все-таки на даче я всем советую иметь глиняную посуду, настоящую. Потому что она очень долго держит температуру. Смотрите, какой красивый получился у нас цвет. Это же шкварчит, как сигареточка у грудя. Красота! Посмотрите, какие они нежные, толстенькие и очень красивые. Положим к ним яблочко. Мандаринку. Еще яблочко. Еще мандаринку. Теперь самое приятное. Мы берем бабушкину сметану. Чистую ложечку. И так вот, смотрите. Раз. Вот так вот. Ой! Вот так вот. Вот так. Ой! Моя Настенька любит сделать еще и вот так. Раз. Ну что, друзья, вы думали это все? Нет. Нам нужно приготовить осенний витаминный чай. Имбирный, да с яблоком, да с лимоном. Это настоящая витаминная бомба. И прекрасный, прекрасный напиток осенним воскресным утром. Ну что ж, для этого нам необходимо порезать лимон. Я его режу прямо с козурой, хорошенько перед этим помыв. Косточки я не выбираю. Они потом осаживаются прекрасно и самостоятельно, без меня. Так, теперь мы чистим имбирь. Очень полезен тем, кто мечтает постройнеть. Я мечтаю об этом регулярно, предлагаю вам делать тоже. Немножко добавляю я яблоко обязательно, потому что яблоко в осенней кухне это самое благородное, что можно придумать. Вот так. Я запарю это отдельно, кипятком. И для того, чтобы мед не превратился в яд, немножко дам постоять. Без меда в мед положим в самую последнюю очередь. Немножко постоим, остынем. Добавим щедрую такую ложку меда. Мед у нас настоящий, из пасеки. Подсластить. Горечь. Ведь имбирь даст немножко горечи, а нам нужно это чудо подсластить. Вот так. И потихоньку подливаем. Ну что ж, наш напиток уже готов. Последние колдовские несколько раз не помешают. Вот, наши яблоки кружатся, знаете, как листья в осеннем саду, на нашей любимой даче. Для сырников с под гарниром нам понадобится Творог 200 грамм, манная крупа 2 столовые ложки, 1 яйцо, сметана 150 грамм, яблоко 2 штуки, мандарины 2 штуки, лимон 1 штука, сахар 2-3 столовые ложки. А для имбирного чая имбирь 50-70 грамм, пол лимона, яблоко 1 штука, мед 1 столовая ложка. Я хочу обратить ваше внимание на адрес электронной почты, который находится внизу ваших экранов. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь своими рецептами. Автору самого лучшего рецепта я обязательно сделаю подарок от себя, свой музыкальный диск с песнями от души. И, конечно же, я приготовлю ваше блюдо с вашим рецептом на нашей даче. Всегда ваша, Таня Пискарева. Готовим на даче! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова